Дорогие соотечественники, уважаемые представители и поклонники искусства Бахши! Прежде всего, позвольте искренне поздравить всех вас с замечательным событием международного значения. 16 декабря нынешнего года Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включил искусство Бахши в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Эта важная новость вселяет в деятели культуры, мастеров и молодых исполнителей, поклонников искусства Бахши, весь наш многонациональный народ чувство гордости и радости. Столь высокое признание – дань уважения международного сообщества к древней истории и богатой культуре Узбекистана, уникальному искусству Бахши, имеющему множество творческих школ и долгую историю развития. Действительно, этот прекрасный, неповторимый жанр устного народного творчества формировался на протяжении многих веков. Искусство Бахши всегда способствовало укреплению взаимопонимания и согласия между представителями разных наций и народностей, живущими на нашей земле. И сегодня достойно служит этому благородному делу. Неоценимый место и роль Бахши, Акинов и Жировов, воспевающих идеи добра, воспитание молодежи гармонично развитыми личностями в духе преданности Родине, уважения национальных ценностей и культуры, приверженности идеям справедливости и гуманизма. Как известно, Бахши должен быть одновременно талантливым поэтом и вдохновенным певцом, искусным музыкантом и актером, что требует не только способностей и огромного творческого потенциала, но и неустанной работы над собой. Земля Узбекистана взрастила десятки таких уникальных мастеров. Иргаша Джуман Булбула Оглы, Фазыла Бахши, Ислам Шаира, Пулькян Шаира, Бала Бахши Абдуллаева, Шаберды Болтаева, Бобараима Мамат Мурадова, Абдуназара Паянова, Кора Бахша Умирова, Шамурада Тогаева, Кадыра Бахша Рахимова, Зьодуллю Исламова, Норбекя Бахша Абдуллаева, Каландара Бахша Норметова, Абдукахора и Абдумурада Рахимовых и многих других. Их традиции продолжаются и сегодня. Следует отметить, что в настоящее время из более чем 250 представителей данного искусства, около 25 удостоены званий Народные Бахши Узбекистана и Народные Бахши Каракалпакстана, 1 – Ордена Дослик, 7 расстали обладателями премии Нахаль, 11 награждены медалью Шхрат и 2 – медалью Келаджак Буньоткара. Следует отметить, что недавние указы президента и постановления правительства, направленные на сохранение, развитие и популяризацию этого древнего искусства в нашей стране, открыли новую страницу в его развитии. В частности, в Узбекистане стало доброй традицией проводить раз в два года международный фестиваль искусства Бахши под эгидой ЮНЕСКО. Первый фестиваль в Термезе в апреле 2019 года и второй в Нукузе в сентябре нынешнего года вызвали большой интерес в культурных кругах региона и мира. В настоящее время в нашей стране регулярно проводятся международные конкурсы сказителей Бахши и Акынов. В профильных учебных заведениях организована работа по изучению мастерства Бахши с целью передачи этого прекрасного искусства будущим поколениям. Самое главное, все это приносит свои плоды. В частности, количество учебных классов по искусству Бахши в республике достигло 115. В них учатся более полутора тысячи одаренных детей, преподают свыше 245 наставников. Уважаемые соотечественники, наши успехи в развитии искусства Бахши и их международное признание вдохновляют нас на достижение еще более высоких рубежей. Мы задействуем новые возможности для сохранения, развития и популяризации этого уникального культурного наследия, в том числе всесторонней поддержки наших Бахши. Отныне в этом нам будет содействовать и международное сообщество под эгидой ЮНЕСКО. Пользуясь случаем, еще раз сердечно поздравляю всех вас, весь наш народ, с этим историческим событием. Желаю нашим Бахши, Акинам и Жировам творческих успехов и удач, дальнейшего процветания их неповторимого искусства. Шавкат Мерзиоев, президент Республики Узбекистан.